Дорогие коллеги, спасибо за приглашение представить вам нашу визию биопсии предстательной железы и ответить на вопрос, возможно ли сегодня таргетная биопсия предстательной железы. Ну, вроде бы да. На этом мы могли бы закончить этот доклад. Я думаю, что это бы вас не устроило. Хотел только презентировать, какие технические возможности у нас на настоящий момент существуют и когда ими можно воспользоваться. Значит, самое распространенное, думаю, что это каждый знает, это биопсия, системная биопсия под контролем трузы, прицельная биопсия под контролем MRT. Существуют и различные виды прицельной биопсии с использованием ультразвука, специально с использованием функционального ультразвука, гистолскенинг, эластография и так далее, и так далее. Значит, существует уже несколько технических вариантов, но в принципе можно распределить биопсию на прицельную и неприцельную. А системная ультразвуковая биопсия, значит, под контролем трансректорного ультразвука, она неприцельная, она системная. Это очень важно, потому что, как Андрей Владимирович только что объяснил, за развитием именно изобразительной диагностики у нас появился уникальный шанс видеть опухоль буквально в миллиметровых размерах. В нашем центре занимаемся уже порядка 10 лет развитием MRT-технологий, а средний размер опухоли, который мы видим, приблизительно 8-7-9 миллиметров. Значит, тем самым образом сделаем возможным раннюю диагностику рака предстательного ультразвука. Проблема только в том, чтобы взять гистологическое подтверждение биопсию с очага, который мы нашли. Надо еще упомянуть о фьюжн-технологии, которые очень популярны в настоящее время. Это ничего другого, чем перекладывание одной технологии на другую и ее оптическое складывание, так бы сказал. То, значит, например, есть MRT-диагностическое, в котором был идентифицирован какой-то очаг, и во время биопсии или во время ультразвукового обследования эта картинка может фузионировать с MRT, таким образом увеличить и улучшить качество биопсии. Как уже сказал, биопсию можно распределить на прицельную-неприцельную, то, значит, если говорим про прицельную-таргетную биопсию, это возможно только при известной локализации очагов. На настоящий момент при настоящем развитии технологии только MRT способна с определенным качеством определить точную локализацию даже очень маленьких очагов. Почему мы вообще говорим о прицельной биопсии? Как я уже сказал, у нас же есть системная биопсия под контролем трузы, где двое ее свойств – случайность и системность – определяют определенные проблемы. В чем проблема? Тема в том, что выявление рака при первичной биопсии в зависимости от литературы, в зависимости от 1000 публикаций по этому поводу, между 23 и 42%. Попробуем это интерфоризовать наоборот. Значит, 75 до 68% пациентов получили инвазивную диагностику, которая не привела вообще к никаким последствиям онкологическим. Мы говорим об онкологической диагностике во второй декаде, во второй десятилетии XXI века. Это, в моей точке зрения, прошлый век. Надо открою на признак, будем честны. Что случится, если при нормальной тузе ничего не найдем? Ну, обычно так бывает, до сих пор. Сделаем еще раз вероятность заявления рака 30%. Когда-то подтвердим третий и четвертый раз вероятность заявления рака 18%, а 14%. Еще раз повторяю, мы говорим про онкологическую диагностику. Это, конечно, не должно быть так. Поэтому достоинства любой прицельной биопсии должны быть. И мы будем теперь подробнее говорить про биопсию под контролем МРТ. Во-первых, меньшее число точек взятия биопсии. Почему это так? Потому что филозофия поменялась. Использовать биопсию для ответа на вопрос, есть ли опухоль, да или нет. Это уже, в принципе, как уже сказал, за развитием технологии устаревший взгляд на онкологическую диагностику предстоятельного железа. Поэтому, если мы с высокой вероятностью и вероятностью выявления агрессивного клинически значимого рака у МРТ достигать 90%, а как Андрей Владимирович уже рассказал, с появлением пиратсклассификации уже появилась стандартизация этих обследований, можно взять гистологические пробы только для подтверждения гистологических свойств очагов, которые мы уже нашли до биопсии. Почему это так? Потому что МРТ имеет действительно для всех до сих пор существующих изобразительных методов в медицине самое высокое качество и способность различия тканей по контрастности различия от ультразвуков. Какие возможности их технически имеем для биопсии вообще? Это трансперениальный, промежностный, трансглюциальный, трансректальный. Кстати, первая биопсия простаты под контролем МРТ была трансглюциальная где-то в 1999 году. очень-очень давно. Но в общем, при биопсии с под контролем МРТ мы воспользуемся обычно трансректальным доступом, иногда трансперениальным, в зависимости от клинической ситуации, например, у пациентов, у которых нет прямо каких-либо операций, опухолей или подобной ситуации, или заболеваний, колитезами, цароза, подобные вещи. Достоинства трансректального доступа, во-первых, нет необходимости в анестетиках. Почему? При системной трансректальной биопсии это, конечно, понадобится. Когда вы прокалываете прямо в 12 раз без анестезии, думаю, что пациенту бы это не очень понравилось. Что касается под контролем МРТ, в общем, в среднем мы берем где-то максимум трое биопсии на пациента. Почему? Потому что мы возьмем пробовать только исключительно с очагов, которые подозрительны. Самым образом это нам позволяет, в принципе, обойтись без анестезии. Почему? Потому что, чтобы сделать это и фатно на срезе, мне надо два раза, как минимум, проколоть прямую кишку. То, значит, можно воспользоваться самочарно сразу для биопсии. Так и делаем. И, в принципе, мы делаем год около 500 биопсий уже много-много лет. Значит, у нас датабаза несколько тысяч пациентов. И большинство пациентов очень хорошо толерируют эту биопсию без дополнительной анестезии. Что очень важно, это подготовка пациента, как для каждой биопсии. Самое главное, чтобы не было никаких проблем с свертыванием крови, поэтому всегда смотрим на МНО. Профилактика эндокардита, если это понадобится, это очень важная вещь. Но это стандарт, должен быть стандарт и при системной биопсии. И, конечно, антибиотическая профилактика. Мы используем до сих пор цифрофлоксацин. Три раза по 500 мг за день до биопсии, в день биопсии и после. Как это выглядит? Более технические, более практичные замечания. Существует такой лафет, на котором прикреплен так называемый эндуректальный маркер. Это, в принципе, эта штука, которая можно увидеть на сагитальном срезе в МРТ, которая складывается, так сказать, в прямую кишку пациента. И в этом маркере есть отверстие, через которое, рабочее отверстие, через которое вы пользуетесь вашим пистолетом, вашим инструментом для взятия гистолопезистских проб. Так он выглядит. Эндуректальный маркер, срезы отверстия, канал, рабочий канал. Это двое различных пистолетов, которые нельзя для биопсии. Это 17,5 см, 20 см. Конечно, они должны быть компатибельнее с МРТ. Значит, обычные, стальные, кстати, когда используются трофкисловые машины. Это, конечно, в случае безопасности нельзя использовать. Каким способом это проходит, в принципе, после того, как я уже сказал, очаги известны, локализация точная известна, например, на основе МРТ, распределю в моей голове, как врач, который делает биопсию на верхний, средний и нижний, значит, база, апекс и середина, и, конечно, промежуточные высоты в рамках простаты, и, конечно, налево, направо и так далее, чтобы запомнил, где мой очаг находится. Локализация пациента лицом вниз. Введение игли для биопсии можно использовать, например, гель, который комбинирован дезинфицирующийся с лидокаином. Иногда делаем без большой разницы, если честно, мы не набидаем. Подключен игли к пробою биопсии, урженовка катушки для малого таза на ягоду для пациента. Так как выглядит. Еще раз, этот лофет и эндоректальный маркер, который уже в рабочем положении. Мы используем для контроля локализации эндоректального маркера во время биопсии очень быстрые и последовательные институты разрешены, которые называются Симис Труфис, производители другие именно, но они, в принципе, это очень быстрые, 9-10 секундные последовательные, которые очень быстро можно определить локализацию эндоректального маркера в сравнении с положением очага, с которого вы хотите взять биопсию. Очень важно после введения эндоректального маркера проконтролировать его позицию. В этом случае он очень глубоко, потому что он даже деформирует в одну стенку простаты. Это, конечно, не должно быть так. Очень далеко тоже плохо, потому что когда вы скалываете иглу свою простату, просто она может ускользнуть буквально. Значит, приблизительно так. Должна выглядеть задная стенка в сагиталном срезе и в транзерзальном срезе. Значит, она должна касаться задной стенки простаты, а не деформировать ее. Как уже сказал, маленький пример. Это очаг, с которым мы хотели взять биопсию. Еще раз, этот лафет с эндоректальным маркером, там есть три степени свободы движения, чтобы вы могли действительно в любой точке простаты взять пробу, что в стаде очень-очень-очень важно, потому что иногда бывают атипичные локализации опухоли, например, в области сфинктера, очень высоко в базальной области, которые любят другим методом, очень-очень сложно достать. Ну, если этого видно, это уже картинка контрольная после введения иглы. Значит, здесь заканчивается маркер, это простата, а здесь этот артефакт. Гимер не очень хорошо передают. Но, в принципе, можно очень четко определить локализацию иглы после введения иглы. Значит, вы можете на основе этих картинок определиться, если вы действительно попали в вашу цель. Это сагитальная, трансвязальная. Это видно. Здесь заканчивается маркер. Вот игла. Это был, в принципе, пример пациента, кстати, который имел 9 отрицательных биопсий троги. Изначально он получил только 108 биопсий, для того, чтобы был поставлен диагноз, по той простой причине, потому что он был гонтральной опухоли. Как правило, за исключением сакурационной биопсии, классическая 12-типольная биопсия, она, конечно, к сожалению, не обеспечивает и не покрывает достаточно вентральную часть простаты. И как раз в этой области очень часто бывают и агрессивные опухоли. Это было в его случае тоже так, но это был глизень 3 плюс 5. Очень часто в этой области бывают немножко типичные, смешанные, смешанные гистологии опухоли, которые, к сожалению, очень часто не бывают подвержены диагностике. ТСА было 22. То есть 9 отрицательных биопсий. И вот заверяют, что это 22, это не было даже опухоли, а это было 30 биопсий, потому что пациент был, конечно, жуткий хронический простатит, который разнился на основе 9 трансректальных биопсий. Время процедуры, ну, приблизительно, в зависимости от тренировки персонала, тренировки врачей. Значит, если опытные коллеги, можно справиться с пациентом, у которых два очага в течение 40 минут. Если 3, то 10 минут одного часа можно приблизительно. Что делает это, мы это довольно дорогим. А с этой точки зрения, конечно, всегда возникает вопрос показаний, когда надо воспользоваться этим методом. Конечно, для 4 сантиметров опухоли за на стене простаты вам намерно не понадобится. Но, как продемонстрировал теперь, вентральные опухоли, опухоли в сложно достигаемых областях простаты, сфинктер, база, очень вентрально локализированные опухоли. Честно говоря, другими методами, включая гистерскеннинг, элотография и так дальше, и так дальше, это было очень-очень сложно. Обычно это заканчивается никакими методами. В принципе, что очень тоже важное, важное свойство именно биоптий подновления МРТ, это то, что это позволяет взять пробу С из самого агрессивного, самой агрессивной части опухоли. Значит, этим свойством системная биопсия не обладает, поэтому, как мы знаем, 30-40% всех пациентов, у которых есть диагноз карциномой простаты на системной биопсии, имеют, так называемый андегрейдинг, это значит их влизень, их агрессивность в опухоли занижена в сравнении с тем, что мы обычно видим, например, в суперсоте. Почему? Потому что это, в принципе, слепая биопсия. В МРТ могу на основе диффузионных картинок, так как Андрей Владимирович сказал, определить самую агрессивную точку в опухоли, потому что МРТ имеет высокое разрешение из этой частки где-то пробует тем самым образом и получить достоверный хистологический анализ, потому что самая агрессивная точка в опухоли, конечно, и определяет судьбу пациента в конце концов. Еще два слова про диагностику после радиотерапии. Это очень сложно, кроме МРТ в принципе никакой другой изобразительный метод не помогает. Как раз в этой ситуации контрастное обследование имеет самую важную роль, на основе этого можно определить рецидив опухоль или его самоагрессивную часть и с помощью МРТ взять пробу именно с этой заключения. Как уже сказал, планирование прицеливания может быть производим на базе изображений диффузии геномического контраста МТ2, как уже было сказано. Время это на настоящий момент основной недостаток внутриаппаратной биопсии под контролем МРТ. Что касается точности, возможно, выше при внутриаппаратной МРТ биопсии в реальном времени, чем при биопсии с использованием синтетизирования изображения, это значит фузии. На данный момент необходимо сравнить данные с области. Есть уже пара публикаций по этому поводу и выяснилось, что чтобы вы были способны с онкологической точки зрения сделать хорошую работу при биопсии, вы должны пользоваться методом, который должен иметь в месте вашей биопсии точность где-то 1,9 мм, значит 2 мм. На настоящий момент кроме МРТ к сожалению никакой другой такой точности не имеет. Спасибо за внимание.